Всем привет, в этом видео я покажу как исправить подобную ошибку, которая возникает при загрузке операционной системы Windows. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если при перезагрузке или включении компьютера вы столкнулись с подобной ошибкой и система перестала загружаться, я покажу несколько способов, которые помогут вам решить эту проблему. Подобная ошибка может возникнуть у пользователей с Windows 10, 8 и 7. Итак, есть несколько причин подобной ошибки. Сбился приоритет загрузки Windows. Это может произойти, когда в компьютере села батарейка или был сброшен BIOS. А еще повреждение загрузочного сектора или некорректная работа жесткого диска тоже могут быть причинами данной ошибки. Первым, что нужно сделать, это проверить приоритет загрузки системы в BIOS, как войти в BIOS или UEFI можете посмотреть в отдельном видео, ссылка будет в описании. Здесь вам нужно будет найти один из таких разделов Boot Device Priority, Set Boot Priority и тому подобные. На первом месте здесь должен стоять ваш жесткий диск. Если это не так, установите ему такой приоритет, переместив его вверх клавишей плюс, после нажмите F10 и подтвердите сохранение настроек. Если после этих настроек по-прежнему возникает та же ошибка, попробуйте следующий способ. Воспользуйтесь восстановлением при загрузке. Для Windows 7 вам потребуется USB флешка или диск с установочным дистрибутивом. Нужно будет выполнить загрузку с него и в параметрах «Восстановление системы» выбрать «Восстановление запуска», а в Windows 8 и 10 на экране с ошибкой у вас будет выбор действий, один из которых – дополнительные варианты восстановления. После выбора этого пункта нужно будет запустить утилиту «Восстановление при загрузке». Если этот способ вам не смог помочь, попробуйте следующий. Этот способ заключается в проверке жесткого диска на наличие ошибок и их исправления. Для этого снова нужно будет открыть дополнительные параметры и выбрать «Командную строку». В открывшемся окне командной строки нужно будет ввести следующую команду. Эта команда выполнить проверку жесткого диска на наличие ошибок и исправить их, если это будет возможным. Если же по каким-то причинам вам не удается запустить окно дополнительных параметров, в таком случае можно будет выполнить загрузку из установочного носителя. Как создать такой носитель смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Затем на любом стартовом экране нажмите сочетание клавиш «Shift» плюс «F10» в результате откроется окно командной строки, куда вы сможете ввести эту команду. Если вы не уверены в целостности носителя, выполните полноценное сканирование диска через утилиту «Виктория», которая отобразит его точное состояние. У нас на канале есть подробное видео как это сделать, ссылка тоже в описании. Если после выполнения всех этих способов вы по-прежнему увидите эту ошибку и она указывает на BootBCD, то скорее всего у вас поврежден загрузочный сектор. Причин этого есть множество вирусы, сбой системы и разные факторы, такие как перепады электричества и ошибки оборудования. Для этого вам тоже нужно будет добраться до командной строки и ввести следующие команды BootTrackFixBoot. После выполнения данной команды рекомендуется выполнить перезагрузку. Если не помогло, вводим следующие команды BootTrackScanOS, пересоздаем загрузочную область такой командой BootTrackRebuildBCD. И на крайний случай, если вышеперечисленные действия не помогли, попробуйте выполнить следующие команды BootTrackFixMBR. А если это вам не помогло устранить данную ошибку, то остается только переустановка системы. Как это сделать, смотрите видео по ссылке в описании. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok